Думаю, что у многих из вас есть татуировки, и люди по-разному к ним относятся. Кто-то вообще считает, что татухи это нечто зашкварное, и делать их ни в коем случае нельзя. Знаете, когда таким людям задаешь вопрос, почему он не сделал себе татуировку, они отвечают что-то типа, а стал бы ты клеить наклейку на фюзеляж новенького Бентли. И правда, я бы лично не стал. Но с другой стороны, если посмотреть на татуировки как на искусство, то все становится уже не так однозначно. Будь у вас чистый белый холст на стене, хотели бы вы, чтобы на нем было изображено что-то красивое. Что-то, что имеет непосредственное значение именно для вас. Да и крутые машины выглядят еще круче с аэрографией на кузове. Все лучше, чем пресловутый унылый статичный цвет. Да, кажется, очень легко запутаться. И по-моему, это тот самый случай, когда о вкусах лучше не спорить. Но как общество относилось к татуировкам раньше, как относятся к ним сейчас и как будет относиться в будущем? Об этом и поговорим в нашем сегодняшнем видео. Здорово, соколики! На связи Жирный и этот выпуск обещает быть интересным. Поэтому заварите чаек, усаживайтесь поудобнее и давайте начнем. По-моему, у нас рекламная пауза. Привет, дружок! Тебе нравится аморальный юмор с неадекватными реакциями на неадекватные выходки в чат-рулетки? Мой друг Жирный настоятельно рекомендует подписаться на канал Бетардов Ченнелл. Там тебя ожидает лютый взрывосносящий трэш, что бьет шрапнелью во все стороны. А также я провожу свои онлайн-трансляции в каждую пятницу и воскресенье в 20.00 по Москве. О, уж поверь, у меня весьма веселая, пусть и слегка криповатая атмосфера. Тебе в любом случае должна понравиться. Я завожу жесткий пранк-контент. Обязательно подпишись на канал Артема Бетардова и, конечно же, передай ему от меня пламенный жирный привитосик. Ссылочка, как известно, в описании. Взгляните на мои руки. Да, вот эти татуировки я сделал, когда мне было 16-17 лет. И по ним видно, что они сделаны кустарно. Машинка, которой набивалась вот эта татуировка, была сделана мной же. С помощью пуговицы, гитарной струны, шариковой ручки и моторчика от детской игрушки. О таких татуировках обычно люди очень сильно жалеют и, становясь более взрослыми, стремятся их либо вывести, либо набить сверху что-то поприятнее, поинтереснее и попрофессиональнее. Я тоже сейчас в этом процессе. Здесь вот, например, набит Рик Санчес и Бендер Родригес. Так сказать, две эпохи воедино связаны. Татуировка на самом деле не несет никакого большого смысла. Она просто сделана для красоты и по приколу. А почему бы и нет? Да, на моем теле сделаны татуировки, которые имеют значение лично для меня. И в то же время сделаны татуировки, которые просто имеются по приколу. И они не несут никакой смысловой нагрузки. Они сделаны просто так. А все потому, что сегодня отношение к татуировкам совершенно другое, чем 30, 20 и даже 10 лет назад. В СССР татуировки были в основном у криминальных элементов. И каждая из них имела много значений. Татуировка могла обозначать ранг, статус в криминальной среде и даже статью, по которой был привлечен бывший или нынешний заключенный. Кроме зэков, татуировками могли похвастаться разве что те, кто служил в армии. У вашего бати наверняка может быть такая, типа ВДВ или какой-нибудь якорь и тому подобное. В общем, раньше татуировки никто просто так не делал. А если и делал, то скорее в незаметных для посторонних глаз местах. В криминальной среде татуировки или, как их там называют, наколки, потому что их реально накалывают вручную, до сих пор имеют большое значение. Я не буду углубляться в подробности, ведь если вы родились и выросли в России, то вы и так знаете, что такое воровские звезды, все вот эти вот купола, Ленины, Сталины на груди и много-много еще чего. Куда важнее понять, как относились к татухам в СССР. Да, татуировки в те времена носили в основном криминальные элементы. И поэтому, если вы видели татуху на незнакомцы, то у любого обывала тут же возникали подозрения. Ведь честному человеку, который честно трудится, совсем не нужны никакие метки. И уж самое главное, совсем не нужна такая бесполезная, на первый взгляд, забава. Но на самом деле стереотип о том, что татуировки носят исключительно криминальные элементы, взяты не из потолка. И 30 лет назад ваши опасения действительно могли бы без труда подтвердиться. А все дело в нашей культуре. В нашей культуре всяческие татуировки, сережки, украшения или необычные прически связаны, как правило, со всякими разбойниками, кочевниками, дикарями и прочим. Проще говоря, с теми, от кого постоянно исходила опасность. Поэтому в нашей культуре татуировка служит меткой, говорящей об опасности. А вот в какой-нибудь африканском племени женщина с татухой на лице может быть модной девицей. Вы только посмотрите, какая красотка. Но обидный ярлык статуированных людей был снят в 90-е. Именно в эту эпоху татуировки стали чем-то большим, чем просто меткой какого-то криминального элемента. И все чаще татуировки стали появляться в медиа, на телевизоре, в газетах, в журналах и так далее. Звезды, одевающиеся в те времена максимально эпатажно, стали демонстрировать свои многочисленные татуировки. А в американских боевиках, которые в свое время заполонили все видеосалоны страны, самые крутые герои этих боевиков, как правило, носили татуировки. Да, татуировка перестала ассоциироваться с криминалом. Но легче нам всем от этого не стало. Почему? Потому что теперь татуировка означала, что ты, скорее всего, какой-нибудь эпатажный фрик. Но все еще не обычный нормальный человек. В конце концов, свое взяла и музыкальная революция. Рокеры красовались татуировками, выражая тем самым свой протест советской чопорности и общественному мнению, диктующему правило, что хорошо, а что плохо. С революцией музыки произошла революция в сознании людей. И это очень важно. Но еще больше татуировки стали обретать популярность в нулевые. Именно в эти годы молодые люди стали бить татухи на теле. И именно в нулевые массово появились люди, которые делали татуировки не для какого-то там самовыражения или смысла, а просто так. Потому что считали, что это красиво. Даже быдло в те времена почитало всякие кельтские узоры, которые ничего не означают и кроме как узора больше ничего в себе не несут. Кстати, именно в эти годы было самое большое количество татух с разного рода ошибками, особенно в отношении иероглифов. Каждый, кто стремился запечатлеть на своем теле какой-то скрытый смысл, конечно же, старался использовать максимально не считаемые шрифты и максимально незнакомый язык. Но в 90-е нулевые было не так все просто. Потому что все еще можно было получить по щам за неправильную татуировку. Вся молодежь тогда чтила все тюремные порядки, и каждый был отлично осведомлен о том, как заходить в хату, и что отвечать на знаменитый вопрос про два стула и не только. И татуировки были не исключением. Поэтому в пацанской среде, набив какое-то животное или что-то еще, ты должен был быть уверен, что эта татуировка ничего не обозначает на тюремном жаргоне. Получается, что хоть татуировки и перестали ассоциироваться с чем-то криминальным, тем не менее набивать все подряд на своем теле все еще было плохой идеей. И вы себе не представляете, как же я рад, что сегодня все совершенно иначе. Татуировки можно все чаще заметить на телах молодых людей и даже подростков. У многих студентов и даже школьников уже есть татуировки, причем такие, что я со своими каракулями даже рядом не стою. Отношение у молодого поколения к татуировкам такое же, как и ко всему прочему. Вы наверняка, как и я, заметили, что чем моложе поколение, тем ему больше наплевать на какие-то там постулаты, устои и вообще им плевать на все. Они перестали делить музыку на какие-то жанры, они перестали делить одежду на мужское и женское. Сегодня ты можешь спокойно сделать любую прическу на голове, покрасить волосы или отпустить их, покрасить ногти, сделать пирсинг, что угодно. И абсолютно не важно будет, кто ты, мальчик, девочка или еще кто-то, кем ты себя там ощущаешь. Молодое поколение более свободно, по крайней мере, более свободно от стереотипов. И это служит только им на руку. Татуировки перестали быть чем-то сакральным и загадочным. Они стали еще одним способом самовыражения. Сегодня даже встретить чувака с татуировками на лице не составляет труда. Это уже не вызывает озабоченных взглядов и в целом не мешает обладателю такой татухи жить полноценно. У современных рэперов и просто молодых людей татухи на лице все же имеют значение. Это своеобразный обед безрутинности, если его так можно назвать. Делая татуировку на лице, молодой человек как бы заявляет, что идя на этот шаг, он самого себя толкает на достижение успеха в будущем. Ведь с татуировкой на лице тебя никогда не возьмут на престижную работу, и ты гарантированно не станешь карьеристом и не сгниешь где-нибудь в офисе. Этим молодой человек как бы сам себя толкает на то, чтобы работать над собой и не стать тем самым планктоном серой массе одинаковых пиджаков. Да, в нашей стране людей с татухами на лице неохотно берут на престижные должности в офис или еще куда-нибудь. Но зато охотно берут работать кассиром в пятерочке. Поэтому если вы не уверены в своих амбициях, лучше не рискуйте. В конце концов, способов самовыражения очень и очень много. Что же касается татуировок, они перестали быть меткой или клеймом и превратились в настоящее искусство. От пресловутых контуров современные мастера пришли к сложным работам, которые смело можно назвать настоящей живописью. Вот, посмотрите, мой знакомый мастер по имени Антоха делает вот такие шедевры. Наклейкой на кузове такое уже назвать сложно. Да, татуировки стали искусством. Но их отличие в том, что эти полотна нельзя продать или купить. Нельзя украсть или выставить где-то на показ в галерее. Или можно? Если вы уже осознали, что татуировки это не просто забава, а целая культура со своим серьезным искусством, то наверняка вы так же, как и я, готовы пофантазировать на тему, какими будут татуировки будущего. Татухи уже используют в практичных целях. Например, на волне пандемии некоторые стали набивать себе на руках QR-код, чтобы всегда иметь его при себе. Да, пока что это единичные случаи, они больше похожи на прикол, но что если подумать поглубже на эту тему? Что если татуировки это не что иное, как первобытное чипирование? Сегодня, набив на руке QR-код, вы можете разместить на него абсолютно любую ссылку. В том числе и ссылку на личную медицинскую карту. Только представьте, случилась беда и вы без сознания. Приезжает врач-фельшер и не знает, что с вами делать. Сканирует своим смартфоном ваш QR-код и у него на руках сразу же все ваши медицинские карты, истории болезней, группа крови, ваши аллергические реакции, какие препараты вы принимаете, какие у вас там были хронические болезни и так далее и тому подобное. Уверен, что такая информация поможет многим фельшерам оказать более существенную первую помощь на месте, не дожидаясь приезда в больницу. Но, надо признать, идея татуировок в качестве особых отметок не нова. Татуировками часто помечали пленных в разные времена. Например, в концентрационных лагерях нацистской Германии пленных помечали номерами, набивая их на руках заключенных. Получается, что татуировки могут быть не просто способом самовыражения, но еще и нести довольно важную практическую пользу. Конечно же, желательно, чтобы эта польза была с благими намерениями. Что же касается искусства, здесь тоже можно пофантазировать. Татуировки стали настолько сложными и красивыми, что, глядя иной раз на очередной шедевр, думаешь лишь об одном. Жаль, что однажды обладатель этого шедевра не станет. И эту красоту больше никто не увидит. В будущем, возможно, и эта проблема будет решена. Например, можно будет продавать свою татуировку кому-нибудь при жизни, а после твоей смерти ее законный хозяин сможет спокойно потребовать от родственников умершего, так сказать, часть тела с татуировкой, которая ему принадлежит. И если у вас было набито что-то очень красивое на всю спину, можно будет спокойно содрать вашу шкуру, набить ее на какой-нибудь деревянный каркас и в золотой рамочке показывать где-нибудь в Эрмитаже. А, звучит-то как классно. Но кроме прочего, как мне кажется, татуировки будущего от сегодняшних будут отличаться еще и своим составом. Уже сейчас по сети гуляют фото и видео со светящимися татуировками, что, согласитесь, необычно. Но что мешает людям будущего создавать цифровые татуировки? Например, в состав красок можно внести каких-нибудь нано-ботов, которые будут менять свой цвет и яркость, исходя из команды какого-нибудь рычага управления. Например, наручных часов. Используя эту технологию, татуировки можно будет делать по настроению. Например, если сегодня яркий солнечный весенний день, то ты в хорошем настроении можешь взять и сделать себе какие-нибудь подсолнухи на руке. А на следующий день, если будет тоскливо и уныло, и ты на фоне своих поэтических страданий можешь запросто взять и заменить подсолнухи на, например, стихи Есенина. А в случае, когда это необходимо, такие татуировки можно будет без труда скрыть, просто выключив их с помощью своих наручных часов. Да, мир татуировок будущего, скорее всего, будет необычным и непривычным для нас. Но ничто не мешает нам пофантазировать на эту тему и написать о своих фантазиях в комментариях. Будет интересно почитать, что вы придумаете, и заодно это может помочь ролику подняться в ротации, за что я вам заранее говорю большое жирное спасибо. Тыкайте вот сюда, чтобы подписаться на мой канал, и вот сюда, чтобы подписаться на канал Артема Петардова, и вот сюда, чтобы посмотреть интересные видосики. На этом у меня все. Спасибо, что смотрите Жирного. Увидимся на стриме в выходные. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова